Всем привет! Сегодня я хочу провести небольшой экспресс-обзор учебников. Сегодня Софья принесла новые учебники, по которым они будут заниматься в средней школе. Средняя школа корейская, первый класс средней школы равняется седьмому классу российской школы. Вот, всего 13 учебников, 13 предметов они будут изучать. И сейчас я кратенько, так очень кратенько расскажу и покажу, что это за предметы. Самый толстый учебник это физкультура, спорт. И здесь вам объяснят, как заниматься на каком тренажере, как правильно ездить на велосипеде, как правильно делать гимнастику, как правильно делать йогу. В общем, все-все-все, что касается спорта, здесь есть вся информация. Вот вам и приоритеты. Все показано, все нарисовано, картинки. Тут и профессиональные какие-то виды спорта, и так, чисто для здоровья. Даже, смотрите, разбор таких видов, как гимнастика. Тут, наверное, даже наши русские есть эти спортсмены какие-нибудь. Вот так вот. В общем, единоборства всякие. Супер, да? Это самый-самый толстый учебник по физкультуре, по спорту. Куго – это корейский язык. Тут ничего интересного. Корейский язык, да корейский язык. Тодок, опять тот же, это облика морали, так называемый предмет, да? Опять же, учат этикету, учат каким-то нравственным принципам. Волонтерству. Так, что интересненько. Олимпиаду уже сюда приплели что-то. В общем, это облика морали. Ханмун – это иероглифы. Как вы знаете, раньше корейцы тоже писали иероглифами. И их алфавит, буквенный, да, вот как он у них сейчас есть, он недавно появился. Не так давно. А раньше они вот так писали иероглифами. И это они тоже проходят. Следующий учебник – «Мастерство и домоводство». Тут вас и готовить научат, и денежку экономить, и одежду стирать. И складывать вот так вот, видите, что? Вот такой предмет есть. Что касается мастерства каких-то, видите, в той или иной области, да? Очень много всего интересного. Если бы у нас, когда я была маленькая, были такие предметы в школе, вот с такими вот учебниками, я бы училась, наверное, просто с удовольствием, с огромным. Я прям вот сейчас бы пошла в школу, в корейскую. Потому что я ничего этого не знаю вообще. Нас что учили там? Математика, геометрия, алгебра, физика, химия. Ужас сплошной. Так, музыка. Вот музыка у нас всегда была, но никогда не было учебников по музыке. Тут вот учебник по музыке. Учебник по музыке тут, наверное, нет ничего интересного, да? Куахак – это наука. Наука. Тут пока вместе, наверное, идет и физика, и химия, да? Потом у них еще в средней школе каждый год будут вводиться какие-то другие учебники новые. Тут градусники, термометры. Да, тут и химия, короче, и физика. И биология. Все вместе. Так. Мисуль. Мисуль – это искусство. Искусство. Тут как живопись, так и скульптура. Все, все, все. Что касается искусства. Яркие учебники, очень интересные. Просто супер. Современные. Все, чем дети интересуются, сейчас они могут узнать из этих учебников. В общем, это было искусство. В общем, это было искусство. Следующий учебник. Английский язык. Обратите внимание, что прямо перламутром переливается. Такие учебники красивые, новенькие еще. Ну, английский язык. Ну, английский язык. Что тут? Я не дую. Как моя подруга говорила маме. Дую спик инглиш. Сама говорит, не дуешь. А спрашиваешь. Так и я. Я не дую. в английском, поэтому ничего вам сказать не могу. Но вы сами можете посмотреть и сравнить. Да, если вам интересно сравнить. Если более подробно. Ну, более подробно, видите, это кому-то одному из вас интересно. А снимать полноценное длинное видео про учебник английского языка. Я думаю, что его только пару человек посмотрят, не больше. А остальные все скажут. Боже, куда катится этот канал? Да, ну и потом, если бы я смогла вот посмотреть учебник, сделать какие-то выводы, сравнить, анализ какой-то провести. Но я не могу. Могу вот только вот так вот вам снять. Что здесь? И как? Так, наверное, вам оглавление, да, показать будет более информативно. Так, 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 так. Вот урок первый идет. New world. Healthy, be happy. How do I look? Видите, у меня какое произношение это? Дую как могу, извините. Art for all. Dream, hide, fly, hide. Вот такие вот уроки. Корея. Приплели. Do you like? Так, все, ладно. Я замолкаю. Не буду позориться сейчас сидеть. Do you like? Не дую. Вот самый интересный учебник. С этого года начинают учить китайский язык. В обязательной программе школьной, средней школы. Идет Чунгого. Китайский язык. Вот так. Корейцы-то знают, куда надо вкладывать свои мозги. Китайский рынок. Китайский рынок. Китайский рынок. Китайский рынок только растет. И без Китая никуда сейчас. Никуда без Китая. Поэтому вот сейчас у нас на каждом углу эти китайские курсы дополнительные. Так же как английский наравне, так же и китайский везде сейчас. И пользуются большой популярностью. Тут и кухня, видите. В общем, так как это первый год они начинают изучать, здесь так вот попроще, я так понимаю, не столько грамматики, сколько вообще ознакомления, так сказать. Дальше будет, наверное, хуже. Дальше будет хуже. Такие учебники прикольные, да? Кто-то же это дизайнирует все, разрабатывает эти дизайны. Так, это математика. Математика. Но тут я так же, как в английском, не дую. Короче, то, что я учила в школе, то, что у меня были хорошие оценки, это ни о чем не говорит. Я уже ничего не помню. В общем, тут у них и геометрия, видим, да, идет и алгебра. Все вместе пока. По-моему, со следующего года только у них отдельно будет там алгебра, геометрия. Пока все вместе. Вот. Что? В общем, математика. Математика. Куго. А, куго. Ну, это опять корейский язык, только это первая часть, а вторую я вам уже показывала. Так. Чигоп. Это профессия. Здесь все про профессии. Предмет вот такой вот школьный. Как аналог российский? Напишите мне в комментариях. Просто у нас, конечно, такого же. У нас, конечно же, такого не было. Я помню уже в конце, в самом, я перешла какую-то гимназию суперкрутую, прикрутую в нашем городе. И там у нас появилось ОБЖ и какие-то вот такие интересные, компьютерный класс, вот такие предметы. Но вот такие предметы, например, у нас такого, конечно, вообще не было. Да, вот из всего, что здесь есть, у нас было, наверное, английский, математика и такие вот какие-то вот. А то, что профессия, какое-то домоводство, какая-то там мораль, какой-то там, знаете, этика. А, этика, по-моему, как-то была, но что-то как-то так незаметно-незаметно пролетело. Даже вообще не помню, что мы там изучали. Что-то, что попало, по-моему. Вот здесь, в общем, все, что касается профессий. Все профессии нужны, все профессии важны. Дример. Спортсмен. Профессиональный. В общем, все, что касается профессий. Вот такой вот небольшой обзор учебников. Хотели бы вы учиться по таким учебникам? Напишите. Я бы сейчас бы в школу пошла, если бы меня взяли. Но таких уже не берут в космонавты. Таких уже никому не надо у старелых. Хотя что я, я когда учила здесь бесплатно корейский язык, можно, могут изучать иностранцы. И у нас тоже были вот такие вот красочные, суперские учебники. Поэтому я в любой момент могу пойти и поучиться вспомнить молодость. И заняться профилактикой Альцгеймера. А то ты совсем деградируешь, пока дома сидишь. Но у меня хоть канал сейчас YouTube спасает. Я хоть говорить по-русски начала. А то совсем же уже даже два слова не могла связать. По-русски уже за столько лет. Вот такая красота. Всем пока. Всем спасибо.